Монастырские хроники Эфиопии колыбели христианство, сохранили до наших дней удивительную историю VIII века. Отец Акуба, разбирая древние книги, нашел полуистлевший пергамент с описанием рецепта чудодейственного напитка. Письмена гласили, что это был эликсир бодрости и вечной жизни. Выглядел он как коричневая варева с приятным вкусом и ярким ароматом и изготовить его следовало из плодов растения. Но вот беда. Часть свитка рассыпалась в руках священника, и рецепт оказался неполным. Все же отец Акуба долго искал указанное дерево. Нашел, но его плоды оказались мелкими, горькими и невкусными. Опечаленный священник выбросил ингредиенты в огонь и махнул рукой. Но вдруг из костра пошел восхитительный тонкий аромат. Озаренной догадкой отец Акуба вытащил плоды, растер и залил горячей водой. Отведал и понял, что изготовил нечто близкое чудодейственному эликсиру. Священник почувствовал во всем теле прилив сил. Настроение улучшилось, и он смог всю ночь провести без сна, читая молитвы. Наутро Акуба рассказал секрет всей монашеской братьи. С тех пор этот напиток стал их любимым. Монахи назвали напиток кофе. В честь области Кафа на юго-западе Эфиопии, родины Акубы. Но кто же составил рецепт тысячелетней давности, и какие ингредиенты кофейного напитка могли быть утрачены? В древних текстах, найденных отцом Акубой, сказано – сыны неба пили кофе, чтобы стать бессмертными. Документы описывают некое вещество в составе этого напитка, которое и предляет жизнь. Авторы древних текстов называют это вещество «даром богов», способным спасать от всех болезней. Что же стоит за этими легендами? Кофе – это напиток богов, точнее, дар богов людям, для того, чтобы они чувствовали себя хорошо. Отец Акуба так и не смог выяснить, о каком компоненте кофейного напитка идет речь. Тем не менее, он стал регулярно варить кофе, как умел, и здоровье его значительно улучшилось. В летописях более позднего периода сказано, что Акуба прожил 150 лет и до последнего дня сохранял бодрость духа и прозрачный разум. Значит, загадочное вещество в составе кофе действительно оказывает благотворное влияние на организм. Но что это может быть? И нашли ли люди этот секретный ингредиент? Современные ученые посвятили разгадке этой древней тайны много лет. Они внимательно наблюдали за людьми, которые часто пьют кофе. И вот что выяснилось. Кофе стимулирует сердечно-сосудистую систему, то есть заставляет сердце работать чаще. Он расширяет сосуды в мышечных клетках, то есть мускулатурой в нашей. И этим связано снижение, определённое снижение артериального давления. Кофе оказывает мочегонные действия, и поэтому у некоторых людей может быть даже такой гипотензивный эффект. Кофе – очень питательный продукт. Древние тексты сохранили свидетельство, согласно которым зёрна кофе спасали целые народы и племена от голодной смерти. Жители Эфиопии использовали плоды кофейного дерева как еду. Женщины, собирая мужчин в поход, готовили им своеобразные энергетические консервы. Они измельчали кофейные зёрна и смешивали их с бараньим жиром. Получались шарики, которые мужчины заворачивали в кусок бараньей кожи и брали с собой. Эти припасы позволяли им долгое время обходиться без еды. Они консервировали их, делали из них такие вот шарики. И в дальние походы брали с собой, так как они занимали мало места. Это являлось как энергетические плоды. Больше времени они могли находиться без еды, то есть в активном состоянии. Но за счет чего кофе дает так много энергии? В 1819 году немецкий физик Фердинанд Рунге выяснил это. Оказалось, так работает кофеин. Уникальное вещество, которое содержится только в плодах кофейного дерева. Действительно, кофе содержит более 2000 полезных веществ. Но самое главное, конечно же, это кофеин. В медицине есть даже такой фармакологический препарат кофеин. И он является психостимулятором. Он относится к этой группе. То есть он стимулирует нашу психическую деятельность. То есть он действует на наш головной мозг. Древние тексты приписывали кофе также способность продлять жизнь. Еще недавно это считалось выдумкой. По мнению науки, постоянная стимуляция органов скорее изнашивает их, заставляет быстрее выйти из строя. Но кофе раскрыл еще не все свои тайны. Похоже, кофеин не самый главный компонент эликсира вечной жизни. Группа экспертов Иллинойского университета сделала сенсационное открытие. Ученые раскрыли механизм секретного воздействия кофе на мозг человека. Они провели уникальный эксперимент. Подвергли подопытных мышей сильному стрессу, в ходе которого животные испытали нечто вроде микроинсульта. Переживший кровоизлияние мозг уже не мог работать полноценно. И тогда мышей разделили на две подгруппы. Одной – обеспечили хороший уход и обычное питание. А второй группе – в больших количествах давали пить кофе. Результаты удивили самих ученых. Мы проводили исследования, в которых давали животным кофеин. Обычный кофе и кофе без кофеина. И мы выяснили, что обычный кофе действует эффективнее самого кофеина. И гораздо эффективнее, чем кофе без кофеина. То есть энергетический секрет вовсе не в кофеине. Оказалось, у подопытных мышей, которые регулярно пили кофе, улучшилась память. Они вели себя так же, как грызуны, в жизни которых инсульта не было. Более того, в их мозгу не было обнаружено бета-амилоидных протеинов, закупоривающих сосуды. Все это позволило ученым заявить, что кофе спасает от инсультов и работает как профилактика старческих заболеваний мозга. Мы также выяснили, что кофеин и кофе непосредственно ингибируют и уменьшают выработку бета-амилоида, основного вещества, вызывающего болезнь Альцгеймера. Зеленый чай воздействует на организм по-другому. Люди часто говорят о том, что он оказывает антиоксидантное действие. Это его основная функция. А вот у кофе и кофеина иная функция. Они непосредственно воздействуют на молекулы вещества, которые вызывают болезни. Но как именно кофе это делает, пока остается тайной? Ученые продолжают искать секретный компонент вечной молодости, а пока не случайно советуют тем, у кого нет проблем с сердцем и давлением, пить по 3-4 чашки кофе в день. Странно, но именно этот объем напитка обычно получается из 64 кофейных зерен. Это не случайное количество, еще одна загадка. Примером тому, что Калмыкия когда-то вознесла ее на вершину. По биографам стало известно, что после расставания с возлюбленной Джульеттой Гвичарди композитор страшно горевал и до смерти боялся сойти с ума. У него был роман непродолжительный с девушкой Джульеттой, но она предпочла другого. Сердце маэстро было разбито, и в одну бессонную ночь он создал, как говорят именно на переживаниях, на своих эмоциях, создал лунную сонату. И, как выяснилось потом, оказывается, в ту ночь он заварил себе кофе ровно из 64 кофейных бобов. То есть это достаточно крепкий был кофе, и, видимо, оно его так вдохновило. И, как рассказывают историки, впоследствии он всегда готовил себе кофе ровно из 64 кофейных бобов. Оказывается, Бетховен это не придумал. Как раз в это время к нему приходил человек в монашеской рясе, с опущенным на глаза капюшоном. Они долго о чем-то беседовали наедине. После чего маэстро попросил слугу принести ему ровно 64 обжаренных кофейных зерна. Он собственными руками перемолол зерна в деревянной ступе и залил кипятком. Он заваривал всегда кофе из 64 бобов и из-за этого, видимо, черпал вдохновение. Смотрите далее. Кофейный секрет красивой кожи. Придает ей некую, может быть, энергию, упругость, которую многие так хотят получить. Древний русский эликсир жизни. Это витамин роста считается. Поэтому он необходим для детей, для женщин беременных и кормящих. Кем же был загадочный посетитель Бетховена? И откуда он уже тогда знал то, что лишь недавно открыли ученые Иллинойского университета? Оказывается, содержание кофе именно в 64 кофейных зернах стимулирует выработку нейромедиаторов в коре головного мозга. Эти вещества заставляют наш мозг работать в десятки раз активней. Благодаря кофе импульсы начинают быстрее проходить от одной клетки к другой. Этот процесс аналогичен тому, что происходит во время вдохновения, озарения, интуитивного нахождения верных решений. То же самое он стимулирует выработку нейромедиаторов, которые отвечают за проведение этого импульса. Если нейромедиатора мало, то от одной клетки импульс доходит и возникает такой порог, через который импульс не может перепрыгнуть. А нейромедиатор – это такая лодка, в которой импульс садится в эту лодку, переплывает через этот разрыв, выскакивает дальше и несет информацию к другой клетке. Так вот, кофеин как раз ремонтирует вот эти лодки, миллиарды этих лодок, если образно говорить, в нашем головном мозге, которые помогают импульсу проходить вот эти вот самые барьеры. Эти открытия пролили свет еще на одно древнее поверье. Кофе приписывали магические свойства. Издавна его используют для предсказания будущего. Можно сказать, что кофе – это своего рода проводник. Просто проводник – это доноситель, проводник просто судьбы будущего человека. Севинч Гусейнова с юности гадает на кофейной гуще. Еще когда она была ребенком, родители заметили за ней странную особенность. Севинч предвидела события, которые должны были произойти с родственниками в ближайшее время. Я на самом деле вижу постоянно, то есть вплоть даже до конца дней, да, определенного человека. Но я никогда это не говорю. Доверная сестра Севинч Надежда вспоминает случай, когда та предсказала ее семье переезд в другую страну. Папа летчик военный, не помню, звонит мама Севинчи, и говорит, моя мама, то есть, Надюш, вот, ты знаешь, дело в том, что, говорит, ну, ребенку там верить не верить, то есть она говорит, что вы улетаете надолго. Она плачет, но как-то еще не было. То есть понятно, что приходит папа через пару дней, говорит, что да, у нас поездка с семьей за границу на несколько лет. Когда Севинч исполнилось 14, подруга попросила ее погадать на кофе. Сначала все это было ради шутки. Погадали на кофе. И я ей рассказала, на самом деле, в течение, по-моему, трех, недели максимум, все это сбылось у нее. После этого у меня просто был ажиотаж. Я, наверное, помню, на следующий день, у меня кружек, наверное, 10 было, на самом деле. И я смотрела, и все сбывалось. А потом всем стало не до смеха. Предсказания Севинч становились все точнее. Сейчас я вижу на много, то есть на 5 лет могу посмотреть вперед, там, на 10. Там определенные, когда гадаешь, определенные сроки даже идут. Рядом с любой ситуацией будет обязательно стоять срок. Человек, описание, все это показывают. Кофе считали витамином для мозга еще врачи царя Алексея Михайловича. Это именно они привезли его в Россию и назвали государево лекарство от хандры. Царь должен был пить его по утрам и в обеденное время. Алексей Михайлович так полюбил этот напиток, что стал вкушать по нескольку чашечек в день. А девушка с его кухни однажды открыла первоклассный косметический рецепт. Она в шутку намазала лицо кофейной гущей. А когда умылась, ее обветренная кожа вдруг оказалась мягкой и нежной, а морщинки разгладились. Этот эффект оказал кофеин. Оказалось, что он воздействует на кожу так же, как и на мозг. Бодрит и даже делает моложе. Кофеин бодрит нашу кожу и придает ей некую, может быть, энергию, упругость, которую многие так хотят получить. И за счет содержания линолевой кислоты кофе считается, что расчищает жировое отложение. Петр Первый издал указ пить кофе повсеместно. В моду вошли целые кофейные ритуалы. А русские военные офицеры изобрели бодрящий коктейль, который стал известен во всем мире как кофе по-русски. Эта смесь состоит из крепкого кофе и нескольких долек обычного лимона. Лимонная кислота усиливает действие кофеина, отчего напиток полностью отбивает желание спать. Такой коктейль очень бодрит, потому что вместе с ударной дозой кофеина с утра вы получаете еще микс витамина С. И в таком сочетании кофе действительно будет являться максимально бодрящим и давать эффект на весь день. Но неужели у нас в России не было своего бодрящего напитка? Конечно, был. Первое упоминание о нем найдено в летописи 12 века. Неизвестный монах описывает морковное варево, которое пил великий князь Святослав перед очередным сражением с хазарами. До недавнего времени диетологи были уверены, что рецепт морковного варево потерян навсегда. Оказалось, что нет. На Урале есть уникальная деревня, жители которой до сих пор делают древнее варево из моркови и называют его морковным чаем. Хотя он не имеет ничего общего с чаем. Татьяне Новиковой рецепт морковного чая рассказала бабушка, которая научилась его готовить еще во Вторую мировую войну. Когда деревня голодала, она вспомнила об этом древнем питательном напитке. Женщина принялась сушить остатки моркови. А когда сухой экстракт был готов, заварила его кипятком и дала детям. И изможденные голодом подростки ожили и взбодрились прямо на глазах. А этот чай, он более лекарственный, так называемый, да? Потому что он все-таки действует на организм человека, наверное, более, ну так скажем, с лекарственной целью. Морковный чай вызвал настоящий ажиотаж, и его стали пить вместо воды. Так жители целого села сумели выжить и сохранить здоровье в трудные военные годы. Но что это за волшебные свойства, о которых писали еще древние монахи? Почему для приготовления чудесного отвара используют именно морковь? Смотрите далее. Природное лекарство богов. Этим божественным напитком являлся как раз-таки наш комаский чай. Что может быть полезнее молока? Это продукт. Он омолажил человека. Самое целебное вещество в моркови, которое придает богатырскую силу тому, кто ее пьет. Бета-каротин. Он не является витамином сам по себе, но в организме человека синтезируется в витамин. Витамин А в первую очередь, он содержится в бета-каротине, называется провитамин, а потом превращается в витамин А. И бета-каротина именно в сортах, в сортах нашей отечественной моркови может быть до 35 миллиграмм на 100 грамм. Немногие знают тайну моркови. Ее происхождение загадочно. Селекционеры до сих пор теряются в догадках, как этот продукт стал культурным корнеплодом. Ученые до сих пор не знают наверняка, какое растение является истинным прародителем современной моркови. При раскопках свайных сооружений находились семена моркови. Ну, естественно, это были семена, скорее всего, дикой моркови. И по поводу ее образования, как она получилась, культурная, до сих пор нет четких таких гипотез, что вот это так и только так. Есть предположения. Одно из уникальных свойств каротина в том, что он охраняет клетки растения от агрессивных радикалов. Возможно, именно поэтому морковь отлично заживляет раны. И это еще один секрет народной медицины. А такой хирург, как Пирогов, в свое время, это, я не помню, год, это давно-давно, он вообще рекомендовал свеже натертую морковь прикладывать к язвам. Вот после операционный период или еще когда-то. И вы можете сами попробовать, я, например, на себе попробовала. Если у вас какая-то ранка, она чуть-чуть затянулась, потрите морковочку, положите ее на марлечку, приложите, и все снимется. Также морковь содержит в себе вещество, которое стимулирует гормон роста. Это витамин роста считается, поэтому он необходим для детей, для женщин, беременных и кормящих. Этот чай на основе моркови действительно помогает вырасти. Он запускает в организме человека выработку так называемого соматотропного гормона, который заставляет организм расти. Наибольшее количество этого гормона вырабатывается в возрасте 11-13 лет. К тому же целебный бета-каротин обладает еще одним уникальным свойством. Он останавливает возрастную потерю зрения. Витамин А – это один из необходимых компонентов, которые нужны для нормального состояния кожи, волос, слизистых, глаз. Поэтому это необходимо людям, особенно у которых страдает зрение. А на востоке нашей необъятной родины был другой напиток, дарующий силу и здоровье. В Калмыкии рассказывают удивительную историю. В 14 веке буддийский просветленный лама Дзонкапа, считавшийся живым божеством, однажды заболел. Он пришел к калмыцкому лекарю, который, по слухам, хранил рецепты тысячелетней давности и попросил избавить его от сильного кашля. Лекарь внимательно выслушал жалобы Дзонкапы и начал варить с надобью. Он взял по щепотке чая разных сортов и долго грел на молоке кобылица. Потом добавил бараний жир и круто посолил. Помешал лекарь Варева ровно 99 раз. Целитель сказал Бодхисатве, что этот напиток божественный. Его действие и правда оказалось чудом. Вскоре лама полностью поправился. С тех пор каждый степной житель знает, что Джомба – лучшее лекарство от всех болезней. А в русском языке этот напиток называется калмыцкий чай. Бодзонкапа все предписания выполнил и выздоровел на седьмой день. Этим божественным напитком являлся как раз таки наш калмыцкий чай. В честь своего выздоровления Бодзонкапа приказал всем варить этот чай каждое утро. Степь, ветер гнёт копыль, как прекрасно ты становишься весной. Степь, сказка или бы... Элистина Бурвяшова – популярная калмыцкая певица. Её песня «Моя калмыкия» когда-то вознесла её на вершину славы. Эту песню я написала, когда, будучи школьницей, ученицей старших классов, в 10-м классе, по-моему, я была. Вот с тех пор эта песня стала очень известной в нашей республике. Но подлинному успеху она обязана именно калмыцкому чаю. В жизни молодой певицы начались концерты и переезды в разные города. От частых перемен климата и часового пояса. Артистка заболела и стремительно теряла голос. Врачи беспомощно разводили руками. Они не могли ей помочь. В отчаянии девушка прибежала к своей престарелой бабушке, которая и раскрыла ей древний секрет. У меня была мгина. И меня спас, можно сказать, калмыцкий чай. Дело в том, что бабушка посоветовала пить калмыцкий чай с маслом, горячий. Потому что он обволакивает связки, и это очень благотворно влияет. На состояние, на голос, на состояние горла. То есть, таким образом я пила этот чай и выздоровела. И буквально перед концертом все было в порядке. Я выступила успешно. Сегодня Алистина готовит чудесный напиток постоянно. Масло и горячее молоко смазывают горло и связки, помогают девушке беречь ее уникальный голос и не болеть. Калмыцкий чай – это подарок богов для калмыков, чтобы они были здоровы, молоды, энергичны. За то, что они очень… Калмыки – это очень религиозный народ. Издревле чтят традиции, ритуалы всегда соблюдают. И гордятся тем, что они калмыки. И вот я считаю, что это боги подарили им этот чай в подарок. Оказывается, сочетание ингредиентов в калмыцком чае не случайно. Молоко, смешанное с крепкой чайной заваркой и жиром, не просто лучше усваивается нашим организмом, но еще и стимулирует обмен веществ и подстегивает иммунитет. Чтобы не попадала эта грязь, пыль вся в напиток, в жидкость. Вот для этого придумали масло. Ну а сейчас, так как это уже современность, с годами, веками уже привыкли пить этот чай в калмыкии, он подается в масло, молоко. Минуты 2-3 хватит для того, чтобы покипела вода с чаем. Тоже немножко надо огонь чуть-чуть убавить, чтобы налить молоко. Цвет должен быть насыщенный, не белый. Вот, можно уже сейчас добавить сливочного масла. Сливочного масла тоже по вкусу добавляется. Однако не только калмыки пьют чай с молоком. Всем известен знаменитый английский чай, который делают на основе обычного черного чая и молока. И на Руси все горячие напитки традиционно белили молоко. Это не случайно. Смесь из кипятка и молочных продуктов обладает своим секретом. Она позволяет организму человека лучше усваивать молочные, то есть лактобактерии. Есть такое мнение, что употребление молочно-кислых продуктов, содержащих вот эти полезные бактерии, способствует долгожительству. Доля правды в этом, конечно, есть. Чтобы молочные бактерии усваивались лучше, на помощь лактозе приходит чай. А молоко, в свою очередь, усиливает действие витаминов и антиоксидантов, которые чай содержит. Эту смесь любят не только английские лорды. Современные супермодели часто пьют чай с молоком. Такая смесь позволяет им снижать аппетит и не стареть. Да, я пью постоянно камыцкий чай. Ну, в общем, чай с молоком я очень люблю. И каждый день выпиваю очень много, по 20 чашек чая. Вот. И он даёт силы, да, энергию. Вот этот чай, да, с молоком. Ну, и молодость, естественно, конечно. Недавно стало известно, что молоко, как и кофе, стимулирует выработку серотонина – гормона хорошего настроения. Этот гормон не только улучшает самочувствие и повышает иммунитет, но также нормализует обмен веществ. Если кишечник нормально работает, а вот как раз молочнокислые бактерии поддерживают его нормальное функционирование, то и вырабатывается достаточное количество серотонина. А это, естественно, напрямую влияет на наше настроение. Причём замечена такая связь между иммунитетом, настроением и эндокринной системой. Поэтому хорошее настроение, хороший иммунитет – это способствует тому, что работает хорошо и эндокринная система в том числе. В горах Кабардино-Балкарии живёт легенда. Однажды к людям пришёл странствующий монах, который принёс несколько капель кисломолочного айрана. Этот напиток оказался по-настоящему целебным. Он лечил любые болезни, поднимал настроение и освежал в жару. У айрана, у него идёт специфическая закваска, сычужный так называемый, используется фермент, с добавлением небольшого количества соли. И поэтому айран, он и больше, и дольше может храниться. И это единственный из напитков, который можно использовать у людей, у детей грудного возраста. Рассказывают, что сначала секрет приготовления айрана не был известен всем. Лишь одна семья владела волшебной закваской и никому не хотела раскрывать её секрет. Но люди, которые жили в долине, они хотели получить этот рецепт, потому что айран, ну, по сказаниям, омолаживал человека. А это правда, он омолаживал человека. Люди, которые пили айран, выглядели на 10-15 лет моложе. Смотрите далее. Тайная сила степных завоевателей. Их кочевники давали своим воинам, для того, чтобы они восстанавливались после боёв. С хлеба на квас – самая правильная пища. Это энергетические напитки, которые позволяли русскому человеку держать свой организм в тонусе. Жители долины захотели узнать секрет волшебного напитка. Они подослали старшему сыну семьи самую красивую девушку. Игорец влюбился. Он осыпал её подарками и хотел жениться на ней. Но невеста просила в качестве подарка на свадьбу самое дорогое – секрет айрановой закваски. Мать жениха раздумывала. Ничто не могло её поколебать. Но потом невеста заболела. Неизвестный недуг томил её. Юноша очень страдал и умолял свою мать приготовить для возлюбленной чудесный айран. Наконец, женщина смешала специальную закваску для айрана с козьим молоком и дала настояться два часа. После этого добавила родниковой воды и соли, всё вместе перемешала и налила в кожаный курдюк, в котором юноша отнёс напиток любимый. Уже наутро болезнь отступила. А вскоре сыграли свадьбу. Действительно ли невеста заболела или притворилась, сегодня уже не узнать. Только с тех пор айран стали готовить повсеместно. Прошли сотни лет, но не все ещё тайны айрана раскрыты. Даже современная наука не изучила до конца, почему этот кисломолочный напиток так хорошо восстанавливает силы. Он действительно содержит большое количество аминокислот. И тем самым, именно он больше даже, чем в каком-либо напитке, способствует поддержанию мышечного, так называемого, каркаса. Потому что за счёт этого образуется действительно аминокислота. В самом деле, наше тело с первых дней жизни растёт благодаря питательному молоку матери, основу которого составляет растительный молочный белок и аминокислоты. Эти два вещества синтезируются в нашем организме и помогают наращивать мышечную массу. Соответственно, данные аминокислоты, они как бы усваиваются нашим организмом. Тем более, белок растительного происхождения, он очень хорошо усваивается организмом. Кавказские легенды гласят, что благодаря айрану воины быстро восстанавливались после самых тяжёлых сражений. Раны, якобы, затягивались прямо на глазах. Айран – это кисломолочный напиток. Он уникален тем, что он синтезирует мышечные белки и тем самым способствует быстрому восстановлению сил. Их кочевники давали своим воинам для того, чтобы они восстанавливались после боёв, после каких-то сражений. То есть это очень древний напиток. Однако мало кто знает. И это в своё время поразило учёных, когда выяснилось, что полезные молочнокислые бактерии содержатся не только в молочных продуктах. Кто бы мог подумать, что ими богат традиционный русский квас? Если речь идёт о тесте, в который добавляется, ну, собственно говоря, закваска – это квасное тесто, которое, опять же, используется для кваса. Это тоже не что иное, как вода и мука. И, собственно говоря, из воздуха, когда попадают туда молочнокислые бактерии, происходит процесс браживания. По словам учёных, для того, чтобы в кишечнике нормализовалась микрофлора, необходимо подавить болезнетворные микроорганизмы. После того, как их количество уменьшилось, полезные бактерии начинают активнее размножаться. Это нормальный и естественный процесс, дающий телу иммунитет. И своему организму можно помочь, употребляя в пищу определённые продукты. Примерно от трёх до пяти килограммов микроорганизмов есть у каждого человека. То есть, представляете, это пятилитровая банка микробов. И в кишечнике, как на поле сражения, идёт борьба между патогенной флорой и между теми микроорганизмами, которые действительно несут очень большую пользу. Оказывается, квас выступает таким санитаром желудочно-кишечного тракта. Он убивает ненужные бактерии и даёт благоприятную почву для роста полезных микроорганизмов и ферментов. Но далеко это не все его полезные свойства. Квас не случайно был главным напитком для наших предков. Выражение «с хлеба на квас перебиваться» даёт понять. Этих двух продуктов достаточно, чтобы выжить в голодные времена. Это энергетические напитки, которые позволяли русскому человеку держать свой организм в тонусе и, собственно говоря, поддерживали его иммунитет в холодные зимние морозы. Раньше пили много кваса. Утром, чтобы взбодриться, в жаркий полдень насытиться и утолить жажду. А на ужин с квасом делали окрошку. Национальное русское блюдо из овощей, яиц и мяса. Оказывается, квас способен помочь при недостатке витаминных веществ, малокровии и цинге. В квасе содержится масса минеральных веществ и ферментов, которые благотворно влияют на наш организм, выводят шлаки и замедляют процессы старения. Два стакана, если выпивать натощак, то таким образом в течение двух недель можно совершенно спокойно очистить свой организм от любых токсинов и вредных примесей, которые в городской среде у нас мы вдыхаем непосредственно каждый день. А монах-летописец Нестор писал, что квас положено пить во время поста, когда человек получает только растительную пищу. Видимо, это связано с тем, что квас не только восстанавливает здоровую микрофлору кишечника, он также, как и айран, синтезирует в организме белки. Просто в белом квасе больше содержится аминокислота. Аминокислоты участвуют в синтезе белков. Смотрите далее. Чем правильно согреться в лютую стужу? Через 2-3 года вот таких акций простудные заболевания в России резко снизились. Как устроить настоящий медовый месяц? Мол, даже он должен дать здоровое потомство. Именно это свойство кваса – сытность – сделало его любимым напитком монахов. Они отказывались от животной пищи и питались квасом на основе рожаной муки. Некоторые монастыри сохранили древние рецепты, по которым они и сейчас делают этот целебный напиток. И сейчас мы будем смешивать ингредиенты. Для нашего кваса мы используем только натуральные продукты, не добавляем никаких загустителей, консервантов. Используется несколько видов изюма. Используется обязательно натуральный мед, сухофрукты, боярышник, корки ржаного хлеба бездрожжевого. Всё это перемешивается в этих больших нержавеющих баках, в которых подаётся горячая вода из бойлеров. И всё перемешивается и настаивается в течение суток. Мало кто знает, что основа настоящего кваса не только хлеб и квасное сусло, но и сухофрукты, которые дают ему особую сладость и аромат. Ещё во времена царя Алексея Михайловича в России возник обычай делать квас на основе изюма. Виноград выращивали в теплицах в Измайлово, недалеко от Москвы, сушили на солнце, а потом продавали на ярмарках. У этого напитка даже появилась свадебная традиция. Мать будущей невесты за неделю до свадьбы заваривала квас на основе изюма и хлебных корок. Она сушила в печке краюху ржаного хлеба, а потом заливала её кипятком, добавляя ложку мёда и самый главный ингредиент – сушёный изюм. Через два дня настой процеживала через мелкую марлю и ставила в холодное место на несколько дней. В день свадьбы, когда жених приходил за молодой невестой, мать подавала им по кружке кваса. Пара допивала квас до половины, а остаток переливала несколько раз из кружки в кружку. Считалось, что так молодожёны призывают Богородицу принести им здоровое потомство. А безалкогольный квас на изюме в среде крестьян стал считаться главным любовным напитком. Я думаю, что это связано с тем, что квас является безалкогольным напитком, сделан на натуральных ингредиентах. Поэтому, так как молодожи должны дать здоровое потомство, поэтому они пили в течение этого времени только натуральные и безалкогольные напитки. Ещё один традиционный русский напиток на основе мёда обладает целебными свойствами. Но его пили на Руси в холодное время года. Именно этот горячий отвар из трав, специй и мёда однажды исцелил самого императора Петра Великого. Зимой 1724 года самодержец сильно заболел. Он схватил острое воспаление почек. Болезнь прогрессировала. От страшных мучений Пётр не мог спать и громко кричал от боли. Его личный врач, голландец Блюмент Рост, перепробовал все методы, но ничто не помогало. Пока однажды крепостной мужик не посоветовал медику полечить Петра, сбить ним. Он рассказал, что этот старинный русский отвар применяют при любых хворях. Но самым действенным считается сбитель на основе отвара из 12 трав, собранных накануне Ивана Купала. По его совету Блюмент Рост взял эти 12 трав и заварил их крутым кипятком. А потом щедро заправил кипяток корицей и тимьяном. Отдельно приготовил раствор из меда и теплой воды. Все смешал и довел до кипения, но не варил. Дал настояться раствору два часа. И готовую смесь предложил императору. Через несколько часов произошло чудо. Боль утихла. Медик продолжал поить больного сбитнем, и через неделю болезнь ушла совсем. Счастливый Петр, пораженный действием напитка, приказал торговцам продавать его на улице в лютую стужу. Сбитенщики носили его за спиной в огромных медных самоварах, укутанных в теплой ткани. Он распорядился на улицах, когда, в нашем понимании, эпидемиологический взрыв идет, простудных заболеваний, но тогда это называлось по-другому, на улицах ставить такие будки и продавать горячие сбитни. Кому-то он продавал, а бедным людям даже давал бесплатно. Так вот, через 2-3 года вот таких акций простудные заболевания в России резко снизились. Вот это и есть самое лучшее подтверждение эффективности сбитни. Сбитень – один из самых древних русских напитков. Еще до принятия христианства предшественник сбитня, священный напиток Сурья, готовился и подавался на главных религиозных пиршествах, свадьбе, рождении ребенка и смерти. Напиток и назывался Сурья, который, в принципе, и употребляли в ритуалах, потому что значение трав, то есть травам славяне, отдавали очень широкое значение. То есть каждая трава, она относилась к тому или иному божеству. Исследователи древней славянской истории выдвигают неожиданную гипотезу возникновения сбитни. Они утверждают, что сбитень был призван примирить между собой всех богов, которым посвящались травы, входившие в состав древней Сурьи. Ведь название сбитня произошло от русского глагола «збивать», то есть смешивать разные ингредиенты между собой. По преданию, когда люди пили горячий сбитень, боги мирились между собой. А современные врачи и сейчас удивляются, какими целебными свойствами обладает этот продукт. Горячая вода усиливает действие мёда. Он превосходно усваивается и помогает согреться даже в самую лютую стужу. Мёд улучшает кровоснабжение, а значит, кровь быстрее начинает питать все органы, нам сразу становится теплее. К тому же смесь пряных трав, корицы и гвоздики обладает противовоспалительным и антисептическим действием. Как только появился на Руси чай, и чай вытеснил сбитень. А мы знаем, что большинство тех древних напитков, которые пили наши предки, это и сбитни, и медовухи, и медовуха, и квас. Со временем они, конечно же, ушли. Сбитень и квас были главными свадебными напитками. Даже сербское слово «квас» означает «праздник». А в молодоженам после свадьбы разрешалось пить только безалкогольный квас и сладкий сбитень. Первый месяц молодой семьи и сейчас называется «Медовый». Квас на основе меда давал супругам энергию, повышал любовное настроение и успокаивал. Всё это происходило благодаря особым веществам, которые содержатся в натуральном пчелином меде. Каждая современная женщина может и сегодня устроить своему мужу ещё один медовый месяц, если приготовить целебный медовый напиток по рецепту Александры Фёдоровны, супруги последнего русского императора. Для этого потребуется 50 граммов жидкого мёда, 50 граммов изюма и 1 литр тёплой кипячёной воды. Мёд нужно растворить в воде. После этого добавить изюм. Через некоторое время изюм придаст медовухе необходимый процесс брожения. После того, как ингредиенты настоятся 2-3 дня, жидкость стоит профильтровать через несколько слоёв марли и поместить в холодное место на 2-3 месяца. Когда медовуха созреет, следует разлить её в красивые бокалы и предложить своему мужчине. Скорее всего, вам сразу станет ясно, почему напитки на основе мёда наши предки назвали любовными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова